Уважаемые коллеги, я хотел бы представить вашему вниманию доклад на тему опыта организации референс-диагностики МРТ Центральной Неросистемы в Национальном научно-практическом Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. За 2016 год в нашем центре было выполнено 1236 референсных пересмотров МРТ-исследований. Из них 396 исследований Центральной Нервной Системы. В наиболее сложных случаях исследования направляются на пересмотр в Германию к профессору Монике Вармут-Мец, руководителю Европейского референсного центра по лучевой диагностике обухолей ЦНС у детей, ведущему специалисту в этой области в Европе. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить уважаемую Монику за сотрудничество и знания, которыми она с нами делится. На этом слайде представлены типы обухолей ЦНС, с которыми нам приходится сталкиваться в референсной практике. Как вы видите, наибольшее распространение имеет металлобластома более трети случаев. Кроме того, часто встречаются эпидемомы в 20% случаев. При проведении референсного анализа МРТ-исследований нейронкологических пациентов, выполненных в других учреждениях, приходится сталкиваться с различными ошибками в диагностике, которые могут привести к неправильной оценке стадии заболевания и эффективности лечения, и, как следствие, к неправильному выбору типа и режима лечения. Типичные ошибки – это ошибки в оценке локализации первичной опухоли, ошибки в оценке распространения на прилежащие анатомические структуры, ошибки в оценке наличия послеоперационного остатка опухоли, ошибки в оценке наличия метастазов по оболочкам головного и спинного мозга, ошибки в оценке динамики размеров опухоли и ошибки в оценке предположительной природы образования. По данным профессора Рудковского, в Германии ошибки при инициальной оценке стадии заболевания по МРТ могут отмечаться более чем в четверти случаев. По нашим предварительным данным, расхождение также имеет место в 25-30% случаев. Это делает референсный пересмотр МРТ-исследований нейроонкологических пациентов актуальным и востребованным видом деятельности. На этом слайде приведен пример клинического случая, когда референсный пересмотр привел к изменению стадии диагноза и, как следствие, к изменению схемы лечения. Это пациент 7-летнего возраста с медулобластомой с наличием остаточной опухоли после проведенного оперативного лечения. После операции пациенту была выполнена компьютер на томография и наряду с наличием остатка опухоли, было выявлено новое образование в области колена мозолистого тела, не накапливающее контрастное вещество. Далее было проведено МРТ, которое подтвердило наличие контрастно-негативного образования в области колена мозолистого тела. Это образование было интерпретировано как предположительно метастаз медулобластомы по желудочковой системе, и, соответственно, пациенту была поставлена М2-стадия. Далее это исследование было направлено на референс к уважаемому профессору Монике Вармут-Мец, и Моника идентифицировала это образование как самостоятельную опухоль, предположительно глиому низкой степени анаплазии. Далее в нашем центре была выполнена биопсия и гистологическое исследование, и диагноз второй опухоли low-grade глиома был подтвержден гистологически. К сожалению, в процессе работы с представленными МРТ исследований из других учреждений приходится сталкиваться с рядом ошибок в выполнении исследований и представлении данных. Для адекватной оценки изображения обязательно должны быть представлены в электронной форме в стандартном формате медицинских изображений DICOM. МРТ исследование должно быть выполнено в соответствии со стандартами, о которых говорил предыдущий докладчик. На этом слайде приведен пример правильно и неправильно выполненного МРТ исследования. Это правильно выполненное МРТ исследование, это МРТ исследование выполнено некорректно. Как вы видите, общее качество изображения спинного мозга и пространственное разрешение относительно низкие, выражена неравномерная яркость в разных отделах, невизуализированы каудальные отделы позвоночного канала, в которых также могут быть метастазы, и отсутствие таксиальных изображений, которые должны быть при правильном исследовании. И МРТ головного мозга выполнено с довольно большими артефактами, кроме того, здесь слишком большая толщина среза 6 мм, а должно быть аксиальные срезы до 4 мм. На этом слайде представлено изображение с артефактами движения. Такие артефакты возникают, если ребёнок во время исследования не сохраняет неподвижность. Длительность МРТ исследования от 1 до 2,5 часов. Дети, особенно маленькие, как правило, не могут неподвижно лежать в течение столь долгого времени. В этих случаях МРТ должно выполняться под наркозом. МРТ нейроонкологическим пациентам обязательно должно выполняться с контрастным усилением. Здесь представлен метастаз атипичной терротерапноидной опухоли по оболочкам головного мозга. Метастаз прекрасно виден на Т1-звешенных изображениях с контрастным усилением, но без контрастного усиления он практически не визуализируется. Здесь представлены также метастазы атипичной терротерапноидной опухоли, небольшие узловые метастазы по корешкам конского хвоста. Они видны с контрастным усилением и абсолютно неразличимы без контрастного усиления. Раннее послеоперационное МРТ головного мозга обязательно должно выполняться не позднее 72 часов после операции, а желательно на следующий день. Это Т1-звешенное изображение без контрастного усиления, полученное через 4 дня после операции. По контурам послеоперационной полости отмечается довольно выраженное повышение сигнала из-за отложения метгемоглобина, то есть продуктов преобразования гемоглобина после кровоизлияния. Эти изменения затрудняют визуализацию остаточных фрагментов опухоли. Это Т1-звешенное изображение с контрастным усилением, выполненное через 3 недели после операции. Отмечается выраженное послеоперационное неспецифическое контрастирование по контурам дефектов, которое также может маскировать остаточные фрагменты опухоли. При анализе раннего послеоперационного МРТ изображение обязательно нужно сопоставлять с дооперационным МРТ. Как вы видите, на это Т1-звешенное изображение с контрастным усилением по контурам послеоперационной полости, как вы видите, практически нет накопления контрастного вещества. Соответственно, если опухоль была контраст-позитивной, мы на основе этих изображений можем утверждать, что остатка опухоли нет. По Т2-звешенным изображениям вокруг послеоперационной полости отмечается неоднородное повышение сигнала, которое может быть за счет послеоперационного отека, кровоизлияния, ишемии, а может быть и остаточной ткани опухоли, контраст негативный. Если же мы сопоставим эти изображения с изображением дооперационным, мы видим, что опухоль была контраст-негативной. Соответственно, Т1-звешенное изображение с контрастным усилением для оценки остатка опухоли мы использовать не можем. И по Т2 мы видим размеры опухоли, локализацию структуры ее и понимаем, что эта ткань – это действительно остаточная ткань опухоли. Причем ее объем заведомо больше полутора кубических сантиметров. Итак, я еще раз хотел бы повторить требования к МРТ-исследованиям, представляемые на референсный пересмотр. Изображения должны быть в электронной форме, в формате DICOM. Обязательно выполнение МРТ как головного, так и спинного мозга. МРТ-исследование должно быть выполнено в соответствии со стандартом. Обязательно должно быть выполнено МРТ с контрастным усилением. При необходимости исследование должно быть проведено под наркозом. МРТ должно быть проведено в соответствующие сроки, в особенности раннее послеоперационное МРТ головного мозга, не позднее 72 часов после операции. Для анализа раннего послеоперационного МРТ должно быть представлено для сравнения также последнее дооперационное МРТ. Если операций было несколько, последнее МРТ перед первой операцией и последнее МРТ перед последней операцией. Для оценки эффективности лечения должно быть представлено для сравнения МРТ после курса терапии и последнее МРТ перед курсом. С МРТ исследованием должны быть представлены клинические данные, в том числе диагноз, в том числе гистологический, если было выполнено гистологическое исследование материала опухоли, данные о датах и типах проведённых операций, а также протоколы операций, данные о другом проведённом лечении, химиотерапии, лучевой терапии, включая сроки и тип проведённой лучевой терапии, Описание выполненных лучевых исследований. Цель – проведение референса. Подробные рекомендации по методике проведения МРТ детям с опухолями центральной нервной системы опубликованы в виде статьи в российском журнале детской гематологии и онкологии номер 1 за 2017 год. Благодарю за внимание.